на этом уроке мы разберем чем отличается прямой накид от обратного давайте сейчас делаем прямой накид первую петлю мы снимаем как кромочную не провязанной провяжем одну лицевую петлю и сейчас сделаем прямой накид для этого я правую спицу ввожу снизу справа налево под эту ниточку таким образом я набрасываю ниточку на правую спицу вот так это я сделала прямой накид теперь я провязываю одну лицевую давайте еще раз повторим и сделаем прямой накид правой спицей я ввожу снизу под эту ниточку таким образом я ее набрасываю на правую спицу и провяжу следующую лицевую петлю. Теперь давайте сделаем обратный накид. Обратный накид мы делаем тоже набрасываем ниточку на правую спицу, но другим образом. Мы вводим правую спицу слева направо и снизу вот так набрасываем ниточку. Вот мы получили обратный накид. Провяжем лицевую. Давайте еще раз повторим. Ввожу правую спицу слева направо, набрасываю ниточку на правую спицу и получаю обратный накид. Провяжу лицевую. И давайте теперь посмотрим, что если накид у нас прямой, вот мы делали первые два накида, вот и вот, то душка этой петли у нас направлена влево. А если накид у нас обратный, вот он, то душка петли у нас направлена вправо. Теперь давайте посмотрим, как эти петли провязываются с изнаночной стороны. Мы довяжем этот лицевой ряд. Последняя петля у меня громочная, я ее провязываю изнаночной. Поворачиваю работу и и теперь я буду вязать изнаночный ряд изнаночными петлями до своих накидов. И вот у меня сейчас накид, обратный накид. Я его буду провязывать изнаночной петлей только за заднюю стенку. Для этого я ниточку располагаю вот так, перед работой, перед левой спицей и провязываю за заднюю стенку изнаночной петлей. Вот так. Следующая у меня изнаночная петля. Следующий у меня снова обратный накид. Я его провязываю изнаночной петлей, набрасываю ниточку впереди, перед работой и провязываю вот так за заднюю стенку. изнаночной петлей. Теперь у меня прямой накид. Его я тоже провяжу изнаночной петлей. Я ниточку располагаю перед работой, перед спицей и вот так ввожу правую спицу в свой накид и вытягиваю изнаночную петлю. Снова у меня прямой накид. Я ниточку располагаю перед работой и провязываю его изнаночной петлей. Последняя петля у меня кромочная, я ее провязываю сюда изнаночной. Поворачиваем нашу работу. С изнаночной стороны накиды обычно провязываются изнаночными петлями, но накиды могут провязываться и лицевой петлей. Это обязательно оговаривается в схеме. Теперь давайте посмотрим как наши накиды смотрятся с лицевой стороны. И мы видим, что эти накиды вот где мы делали первый, второй накид, третий накид, четвертый. Они выглядят вот в виде таких дырочек.